Девушки отдыхают Раскатав тесто, женщина вырезала из него пряничного человечка. Она засунула его в печь и стала ждать, пока он испечется. Вскоре вся кухня наполнилась ароматом печенья, и старая леди надела свои прихватки рукавицей и вынула пряничного человечка из печи. Настало время украсить его. Она сделала ему глазки из изюма и миленький носик из сладкого драже. Из воздушного крема она сделала ему волосы и костюмчик. И, наконец, вишенки стали пуговицами на его курточке. Она взглянула на свое творение и сказала, «Мой пряничный человечек так прекрасен, но, кажется, чего-то в нем не хватает». Женщина взглянула на него еще раз и... А-а-а, его ротик. Я забыла сделать ему ротик. Она нарисовала клубничным джемом рот на лице пряничного человечка. О, да. Теперь ты настоящий пряничный человечек. И тут пряничный человечек заговорил. Спасибо. Ну, как это возможно? Ты разговариваешь? Пряничный человечек вдруг вскочил на ноги и стал бегать по кухне. Да, а еще я умею бегать. Пряничный человечек прыгнул с кухонного стола на стул, а затем на землю и быстро выбежал через кухонную дверь в сад. Вернись! Вернись! Закричала женщина. Но пряничный человечек крикнул ей на бегу. Да-да, беги так быстро, как только можешь. Но никто не сможет меня поймать, потому что я пряничный человечек. Женщина выбежала в сад и пустилась вдогонку за пряничным человечком. Ее муж выглянул из окошка и, увидев убегающую жену, крикнул ей. Эй, эй, куда ты бежишь? Женщина ответила ему на бегу. Мой пряничный человечек убежал. Я пытаюсь поймать его. Муж потерял дар речи. А жена бежала, что есть сил. Но пряничный человечек был так скор, что невозможно было его поймать. Вскоре пряничный человечек оказался рядом с фермой. Его увидела пасущаяся на лужайке корова. Му-у-у, что за чудесное печенье! Корова тоже пустилась в погоню за пряничным человечком. Подожди, мне нужно съесть тебя. Да, беги-беги так быстро, как только можешь. Старая леди тоже пыталась поймать меня, но никто не может меня поймать, потому что я пряничный человечек. Старая женщина и корова бежали вслед за пряничным человечком и не могли поймать его. Тут его заметила свинья. Пряничный человечек, как раз как я люблю. Подожди, мне нужно поймать тебя. Пряничный человечек ответил свинье на бегу. Да, беги-беги так быстро, как только можешь. Старая леди и корова тоже пытаются поймать меня, но никто не может этого сделать, потому что я пряничный человечек. Так они и бежали. Впереди пряничный человечек, за ним старая леди, корова и свинья. Тут пряничного человечка заметила курица. Ко-ко-ко, это лучший обед для меня. Ко-ко-ко. И курица посеменила за человечком. Как бы долго ты не бежал, пряничный человечек, я все равно поймаю тебя. Ко-ко-ко. Да-да, беги так быстро, как только можешь. Старая леди, корова и свинья не смогли поймать меня. И ты тоже не сможешь. Никто не сможет, потому что я пряничный человечек. Так они продолжали бежать. Пряничный человечек, за ним старая леди, корова, свинья и курица. Но пряничный человечек становился от них все дальше и дальше. Он был очень рад и гордился собой. Я самый прекрасный и быстрый пряничный человечек на свете. Да, это я. Никто не может поймать меня, потому что я пряничный человечек. Тот пряничный человечек увидел, что перед ним река. Он остановился, потому что знал, что от реки он растает. О, что же теперь? Теперь старая леди, корова, свинья и курица были совсем близко. И тут из-за дерева выскользнул лис. Я умею плавать. Если хочешь, я помогу тебе. Пряничный человечек призадумался. Ну что, если ты съешь меня? Тебе не нужно волноваться. Я не буду есть тебя, а только переправлю тебя на другой берег. Пряничный человечек поверил хитрому лису и прыгнул ему на хвост, схватившись за него так сильно, как только мог. Лис прыгнул в реку и поплыл. Тем временем старая леди, корова, свинья и курица подбежали к берегу реки и увидели, как пряничный человечек переплывает реку вместе с лисом. Они беспомощно смотрели, как те удаляются из виду, зная, что не смогут поймать пряничного человечка. Река становилась все глубже, и вода стала подниматься. Эй, лис, держи хвост повыше, я почти промок. Садись на мою спину, так надежнее. Пряничный человечек забрался на спину лису. Они проплыли еще немного, и река стала еще глубже. Спина лиса стала погружаться в воду. Почему бы тебе не прыгнуть мне на голову? Это же намного выше. Да, так ты не промокнешь. Пряничный человечек взобрался лису на голову. Тут хитрый лис погрузил голову глубже в воду. Вода слишком высоко. Почему бы тебе не взобраться ко мне на нос? Он выше. Тогда пряничный человечек взобрался к лису на нос, и они уже почти подплыли к берегу. Когда хитрый лис подбросил пряничного человечка носом в воздух и раскрыл свою пасть. Пряничный человечек уже должен был упасть в пасть к лису, а тот должен был съесть его. Но не тут-то было. Пока пряничный человечек был в воздухе, мимо как раз пролетал ворон. Он схватил клювом пряничного человечка, а лис так и остался стоять с открытой пастью. Пряничный человечек подождал, пока ворон улетит подальше, а потом спросил. А вороны едят печенье? Да! Но когда ворон раскрыл клюв, чтобы ответить, пряничный человечек выпал из него и побежал дальше так быстро, как только мог. Да! Беги-беги так быстро, как только можешь! Старая леди, корова, свинья, курица, лис и ворон пытались меня поймать. Но никто не может меня поймать, потому что я пряничный человечек! Пряничный человечек бежал без устали и никогда не останавливался. И если однажды мимо вас будет пробегать пряничный человечек, не пытайтесь поймать его, потому что он пряничный человечек, и никто не в силах его поймать. Когда-то на краю леса жила девочка с золотыми волосами. Ее звали Златовласка. У нее были такие восхитительные золотые локоны, что все, кто видел ее, не могли отвести глаз. Но, несмотря на свою красоту, иногда она была довольно непослушной маленькой девочкой. Каждый раз, когда она выходила из дома поиграть, мама наказывала ей вести себя хорошо. Дорогая, оставайся на заднем дворе и не уходи в лес! А в домике в глубине леса жила медвежья семья. Папа-медведь был огромным, мама-медведица была среднего размера, а медвежонок был маленьким. Мама-медведица всегда просыпалась рано, чтобы приготовить овсяную кашу на завтрак. Однажды утром медвежонок проснулся раньше обычного и захотел съесть свою кашу. Но она была слишком горячей. Мама, мы можем прогуляться по лесу, пока каша не остынет. Папа, мама и медвежонок оставили кашу остывать на столе и вышли погулять. Тем же утром златовласка играла на заднем дворе, пока ее мама готовила завтрак. Но ей так наскучило все время играть на одном и том же месте, и ей было так любопытно узнать о том, что таится в глубине леса, что она подумала. Разве может что-то случиться, если я просто немного прогуляюсь? Увидев, что вокруг никого нет, девочка побежала в лес. Устав от долгого пути, златовласка остановилась и огляделась. Какой красивый лес! Цветы, деревья! Почему я не приходила сюда раньше? Очарованная, она стала углубляться все дальше в лес. А тем временем, гуляя со своей семьей, медвежонок увидел улей на ветке дерева. Такой большой пчелиный улей, я уверен, что он полон меда. Папа, можно мы поедим немного меда? Нет, мой мальчик, он принадлежит пчелам, это их родной дом. Мы не можем заходить в чей-либо дом и есть еду хозяев. Да, вы правы, придется подождать, пока мы не вернемся домой. А златовласка так долго брела по лесу, что в конце концов заблудилась. Она попыталась повернуть назад, но не могла найти дорогу к дому. Наконец, девочка очень устала и проголодалась. Она прошла еще немного, пока, наконец, не увидела среди деревьев медвежью избушку. Златовласка тихонько подошла к дому, обошла вокруг, но никого не увидела. Она постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда она заглянула в окно и заметила на столе три миски с горячей кашей. Она снова вернулась к двери и на этот раз постучала сильнее. Дверь отворилась. Девочка очень обрадовалась. Она заглянула внутрь и крикнула. Есть кто-нибудь дома? Так и не дождавшись ответа, златовласка вошла. Она подошла к столу. На столе стояли три миски с кашей. Одна большая, другая среднего размера, а третья маленькая. Девочка была так голодна, что сначала захотела поесть из большой миски. Но едва положив ложку в рот, она обожглась, потому что каша была еще слишком горячей. Златовласка перешла к средней миске, но из нее ей не захотелось есть, потому что каша была слишком холодной. Она слишком холодная. Наконец девочка окунула свою ложку в самую маленькую миску. Ммм, эта каша не слишком горячая и не слишком холодная. Она для меня в самый раз. И девочка съела всю кашу из маленькой миски. Позавтракав и почувствовав себя сытой, девочка захотела посидеть на одном из трех стульев у печки, чтобы немного отдохнуть. Первый стул был большим, другой средним, а последний был очень маленьким. Сначала она попыталась сесть на большой стул, но не смогла на него забраться. Девочка попробовала сесть на средний стул, но он был очень жестким и неудобным. Наконец она села на самый маленький стульчик, и он оказался ей в самый раз. Но вдруг стульчик с грохотом развалился. Златовласка оказалась на полу и не знала, как быть. Она пошла в соседнюю комнату. В комнате было три кровати. Большая, средняя и маленькая. Сначала девочка забралась на первую кровать, но она была слишком большой и жесткой. Вторая кровать была немного великовата и, к тому же, слишком мягкой. Златовласка легла на третью, самую маленькую кровать. Она оказалась ей в самый раз. Девочке в ней было так удобно, что она тут же заснула. Златовласка крепко спала, когда семья медведей вернулась домой. Папа-медведь набрал дров для того, чтобы топить печь. Мама-медведица несла к столу свежие ягоды. А медвежонок просто не мог дождаться минуты, когда съест свою кашу. Вернувшись домой, медведи сразу пошли к столу. Увидев свою миску, папа-медведь не на шутку разозлился. Кто-то ел мою кашу. Мама-медведица также взглянула в свою миску. Из моей миски тоже кто-то ел. А медвежонок, взглянув на свою миску, громко заплакал. Кто-то не просто поел из моей миски. Он съел всю мою кашу. Медведи вышли из-за стола и начали осматриваться. Папа-медведь заметил, что кто-то подвинул его стул у печки. Кто-то сидел на моем стуле. Смотрите, он стоит в другом месте. Мама-медведица посмотрела на свой стул и пожаловалась. Кто-то сидел и на моем стуле. И тут медвежонок снова громко заплакал. Кто-то не просто сидел на моем стуле, а сломал его. Медвежья семья настороженно прошла в спальню. Кто-то лежал на моей кровати. Посмотрите, как она смята. И на моей кровати тоже кто-то лежал. Кто-то лежал и на моей кровати. И он до сих пор спит в ней. Папа-медведь подошел к кровати медвежонка и увидел, что кто-то действительно спит в его кровати. Он медленно приподнял одеяло. Медведи очень удивились, увидев, что в кровати медвежонка спит маленькая девочка. Что эта маленькая девочка делает в нашем доме? Скажи этой девочке, чтобы она сейчас же слезла с моей кровати. Проснувшись от плачи медвежонка, Златовласка увидела перед собой трех медведей и испугалась не на шутку. Она тут же выбежала из комнаты, выскочила из дома и побежала вперед, не оглядываясь. Она задыхалась от бега, но не останавливалась, хотя и не знала, куда бежать. И тут она увидела своих родителей, которые как раз заметили, что Златовласка исчезла со двора и пошли искать ее. Девочка была так рада увидеть своих родителей. Она со всех ног побежала к маме и обняла ее. Ох, мамочка! Мы так волновались. Ты в порядке? Отныне я всегда буду слушаться вас. Я никогда не уйду со двора, не предупредив вас. Златовласка крепко обняла родителей. И с тех пор, как и обещала, она всегда слушалась их и ничего не делала без их разрешения. Златовласка стала самой послушной, доброй и хорошей девочкой в округе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Тёмкова